Здравствуйте! Это программа от первого лица в нашей студии мэр города Череповца Юрий Кузин. Юрий Александрович, добрый вечер. Добрый вечер. У нас есть 20 минут, чтобы обсудить некоторые насущные и актуальные для последних дней вопросы. Давайте начнем. В понедельник на официальном сайте города было объявлено о завершении всех ремонтных работ дорог. Значит ли это, что все деньги освоены, все успели или эти работы все-таки завершены с началом такого зимнего уже сезона? В этом году весь объем как текущих, так и капитальных ремонтных работ дорожной сети города выполнен в полном объеме и соответствующего качества, что подтверждено проведенными экспертизами. Кроме того, я напомню, что по тем дорогам, которые отремонтированы капитально, а это Парковая, Бульвар, Доменчиков, Ломоносово, действуют гарантийные обязательства в течение четырех лет. По тем дорогам, которые ремонтировались в текущем порядке, два года гарантийные обязательства. Что это нам дает? Во-первых, четырехлетний период эксплуатации дорог позволяет вскрыть все внутренние дефекты, если они были допущены подрядной организацией и, соответственно, предъявить претензии. Причем практика предыдущих лет показала, что дефектов выявляется не очень много, но среди череповецких дорожников нет ни одной компании, которая бы уклонилась от исполнения своих обязательств, и компания ВАД, а также при вскрытии подобных дефектов, эти нарушения устранила. По текущим ремонтам нам удалось в этом году устранить аварийность на очень большом количестве улиц в городе, и эта практика дает свой положительный эффект. Мы одновременно не можем на большом количестве аварийных участков проводить капитальные ремонты, но вот такие текущие ремонты большими картами, то есть от бордюрного камня до бордюрного камня, без их замены, без перекладки сетей под дорогами, они позволяют продлить эксплуатационный период этих участков дорог и существенно повысить качество. То есть мы уходим от аварийности на этих дорогах и можем продлить их эксплуатацию в таком режиме до проведения капитальных ремонтов. В ноябре текущего года мы планируем объявить аукцион на 15 аварийных дорог, и в 2016 году планируется капитальный ремонт, я подчеркиваю, не текущий, а капитальный ремонт 15 аварийных дорог в нашем городе. Если вот эта программа будет выполнена, это нам позволит снять проблематику по дорогам и перейти уже к строительству новых дорог в Череповце. Особенно актуальна эта тема для Зашекснинского микрорайона и Заягробского района, участок Зоолимпийской, где транспортная инфраструктура либо отсутствует, несмотря на активное строительство жилищное, отсутствуют связи внутри микрорайонов, тротуаров большое количество необходимо строить. Мы понимаем эти обязательства города, но это требует также определенных ресурсов. Итак, последовательность. Наводим порядок на улицах города, в последующем потребуется где-то порядка 5% ремонтов, не более поддерживающих, и переходим к строительству и организации дорог, проездов, тротуаров. Но и по тротуарам я должен сказать, что в этом году мы отремонтировали 20%, даже 30% аварийных тротуаров, а на следующий год планируем завершение этой программы. Аварийность по тротуарам хотелось бы снять. В этом году мы отремонтировали 30% межквартальных проездов, наиболее аварийных, там вот где ямы. Это правда ямочные ремонты, но тем не менее аварийность снята по этим участкам по приоритетам. И в следующем году эта программа также будет продолжена. Во дворах проведен ремонт 90% аварийных дворов. Кто-то может сказать, что в нашем дворе не отремонтировали глубокие ямы. Вот эти 10% приходится на капитальные ремонты, не текущие, а капитальные ремонты, которые требуют проведения собрания собственников жилья, принятия решения о сборе дополнительных средств. И по каждому дому мы программу проведения собраний в осенне-зимне-весенний период ставим на контроль, чтобы к весне следующего года те предписания, которые остались по проблемным дворам, были выполнены в 2016 году. Мы хотели бы выйти на 100% на безаварийность содержания дворовых территорий. Ну а то, что вот ямы во дворах закидывают шлаком, это тоже является ремонтом? Это не ремонт. Есть очень четкие требования к проведению текущих ремонтов. И технически существует несколько вариантов. Это либо струйный индукционный метод, который наиболее распространен по стоимости. Не требуется фрезеровка, не требуется вскрытие дорожного полотна. Второй вариант это фрезеровка и определенные карты. Ну и третий, это уже более крупные карты и четвертый вариант капитальный ремонт. То есть весь набор возможных вариантов проведения ремонтных работ находится в арсенале наших управляющих компаний, череповецких подрядных организаций. Есть выбор, есть возможность провести на конкурсной основе выбор подрядчика со снижением цены. Сейчас наши подрядчики могут предложить очень качественные асфальтобетонные смеси, которые позволяют провести ремонтные работы в короткий период с гарантийными обязательствами, как это делает город. То есть дворы можно и нужно приводить в порядок. И еще один важный момент. Город готов участвовать денежными средствами в проведении капитальных ремонтов. Мы участвуем и в текущих ремонтах в части муниципального жилья и по капитальным ремонтам. В том случае, если жильцы принимают положительное решение о капитальном ремонте, в части в доле муниципальных квартир мы будем выделять денежные средства на проведение этих капитальных ремонтов. Как и в части создания парковок внутри дворов, организации детских игровых площадок, зон озеленения, формирования других объектов инфраструктуры прилегающей дворовой территории. То есть главное вовремя об этом заявиться? Да. Провести собрание, принять решение, оформить проектную документацию, оформить заявку в управляющую компанию на получение денежных средств. Управляющей компанией заявиться в департамент ЖКХ на выделение ресурсов, необходимых на проведение этих работ. Хорошо. Еще одна тема актуальная для последней недели. В субботу открыли для проезда новую дорогу на Рахи. Ваша оценка данному строительству, данным работам и что это даст городу? Но пока нужно сказать, что состоялось техническое открытие, потому что перекрыта улица Матуринская. И для завершения работ, связанных со строительством Рахи, тротуарных объектов, самой развязки, необходимо было изменение транспортных потоков. Поэтому говорить о том, какой эффект мы получили в виде пропускной способности, еще рано. То есть объект пока не сдан подрядной организацией для эксплуатации. Можно говорить о некой временно измененной схеме движения. Но ведь, наверное, вы рассчитывали какие-то плюсы? Я говорю, что на сегодняшний день подводить итоги еще рано. А вот когда по факту все будет доделано, будет введен в эксплуатацию перекресток, будет введен в эксплуатацию соответствующей дорожной разметкой съезд, въезд на Октябрьский мост. В этом случае мы уже по транспортной логистике просчитаем все транспортные потоки и расскажем, насколько оправдались наши ожидания по увеличению пропускной способности Октябрьского моста. Хотя сейчас уже визуально видно, что пробка, которая формируется в период с 7.30 до 8.30, существенно уменьшилась. Хорошо. Оставшиеся работы будут выполнены в этом году? Да, до 15 декабря подрядчик обязан выполнить весь объем работ, в том числе связанных с благоустройством. Возможно, если погодные условия не позволят доделать какие-то работы по благоустройству, нам придется что-то перенести на 2016 год. Но есть уверенность, что все будет, по крайней мере, основной объем работ будет выполнен в этом году в соответствии с графиком, даже с существенным опережением этого графика. Ну, условно говоря, траву не имеет смысла сеять в ноябре. Это лучше иррационально сделать в мае следующего года, тогда, когда это даст положительный эффект. Но и здесь и мы, и подрядная организация проявляем разумность. Важно, чтобы все было сделано качественно, с гарантийными обязательствами на длительный период эксплуатации. Потому что эта развязка, она имеет принципиально очень важное значение для жителей города, и прежде всего для жителей Зашихснинского микрорайона. Ну, то есть сдача объектов к праздникам, это не говорит о том, что качество как-то так вот все... Мы изначально заявляли, что не надо форсировать выполнение работ, потому что, когда начинается штурм, качество уходит на второй план. Для нас очень важно, чтобы все было сделано качественно. Открыть мы откроем на день города, и это торжественное мероприятие состоится. Но очень важно, чтобы не осталось недоделок. Хорошо, еще одна тема транспортная, тоже за Зашихснинским районом, связана с... Когда заработает светофор на перекрестке Годовикова-Ленинградска, запустить собирались к 20 октября? В тестовом режиме 28 октября, до конца октября, там до 30 октября объект уже будет запущен. Хорошо, еще одна тема. Вот в рейтинге качества жизни, который опубликовал Институт территориального планирования Урбаника, Череповец в этом году занял аж 11 место среди 100 российских городов. Для сравнения, в прошлом году это было место 45-е. Что произошло, что случилось за год, что вот такой скачок... А еще годом ранее мы были на 54-м месте. Есть положительная динамика, это характеризует развитие Череповца. В этом рейтинге 17 комплексных показателей, причем они все открыты, как нас оценивают. Это содержание города, благоустройство, состояние дорог, дорожного покрытия, интенсивность движения, наличие пробок, доступность жилья, уровень экономики, уровень преступности, профилактика преступности, целый ряд социальных показателей. Это интегрированная оценка. Я надеюсь, что она независима. По крайней мере, для нас это такой хорошо характеризующий позитивный момент, поскольку инвесторы, выбирая территорию для размещения производства, оценивают совокупность факторов. И вы знаете, что мы работаем очень активно по привлечению как российских, так и иностранных инвесторов для освоения промышленных территорий. И если этот интегрированный рейтинг позволит им сделать положительный выбор в пользу Череповца, это для нашего города только плюс. То, что мы двигаемся в рамках стратегии развития города, определенной до 2022 года, это движение носит осознанный характер. И мы каждый год фиксируем, чего мы добились в рамках стратегии. Анализируем результаты этого движения, эффективность использования ресурсов. Стратегия не превратилась в политический документ, как это произошло во многих городах. Мы знаем, куда двигаться, а через 20 лет мы вам расскажем, пришли мы или нет. Мы каждый год подводим итоги, причем делаем это публично. И не только перед череповчанами эта информация уходит из-за предела Череповца. Соответственно, многие эксперты ту методологическую базу, которую мы нарабатываем, используют, анализируют и дают рекомендации для многих других городов и министерств и ведомств. И по ряду проектов Череповец является пилотным для всей России. Мы берем практики агентства стратегических инициатив. Две трети, теперь уже две трети внедренных, реализованных практик приходится на Череповец. И нас постоянно приглашают на различные конференции с демонстрацией того, как мы это делаем. То есть рассказываем, отвечаем на различные вопросы, комментируем методики, которые принимаются. Мы не стоим на месте, Череповец двигается, развивается, и на мой взгляд это очень хороший показатель. Но вот такие оценки, они никому не кружат голову. Мы понимаем, что сложностей очень много, еще очень многое предстоит сделать в Череповце для того, чтобы горожанам было по-настоящему комфортно. Это и вопросы здравоохранения, это и вопросы ЖКХ, и образования, и культуры, и физической культуры, и социальной защиты. Этих вопросов много. Но мы на эти вопросы отвечаем прямо и конкретно. Что мы планируем сделать в 2016 году, какие мы задачи перед собой ставим, чего мы хотим добиться и как этого хотим добиться. Ну а вот все-таки насколько такие рейтинги являются авторитетными для инвесторов? Очень авторитетными, потому что это экспертные оценки, они составляются не на платной основе, то есть мы никому не платим, нас никто никаких денег не просит. Да, там может быть и понижение рейтинга, в том случае, если другие города сделают какие-то динамичные шаги в плане улучшения условий. Но это объективная оценка. Ну а погнать Санкт-Петербург, это достаточно. У крупных городов свои проблемы. По некоторым показателям, ведь мы Санкт-Петербург воспринимаем как культурную столицу. И, скажем, Череповец по этому критерию, конечно, он неравноценен. Но если брать криминальную обстановку, содержание в сфере жилищно-коммунального состояния жилого фонда, стоимость жилого фонда, расходы по ЖКХ и целый ряд других показателей, а они же являются интегральными и определяют оценку в целом, не по одному пробке те же самые, то именно комплексная оценка определяет такой критерий, европейский, мировой критерий, как качество жизни. Хорошо, давайте тогда вот на такой позитивный нотик к последней теме нашего сегодняшнего эфира перейдем в предстоящий день города. Несколько лет мы говорим о том, что вроде как нужно все массовые мероприятия холодно в ноябре перенести на июнь. День открытия города в июне отмечаем. Но тем не менее, вот смотрю программу 4 ноября, и все так это как-то хорошо, и гуляние массовые есть. То есть отказались от этой идеи, мы в результате получили два дня города, или что-то вот я не поняла? Ну давайте последовать. Во-первых, Череповец один из немногих городов, у которых исторические два дня рождения. Екатерина в 1777 году своим указом утвердила город Череповец. Павел очень ревностно относился к деятельности матери, и как только зашел на престол, отменил очень многие указы, и Череповец этого статуса лишился. То есть Череповец перестал быть городом, и, конечно, череповчане не могли смириться с этим, обращались с ходатайствами. И Александр I вернул Череповцу статус города в 1805 году. В июне? 10 июня, то есть исторически. 4 ноября Екатерина подписала указ, это один день рождения, а 10 июня Череповцу вернули статус города. Спустя многие годы и череповчане в течение длительного периода времени именно 10 июня отмечали как день открытия города. И вот эти традиции остались, и та, и другая. В ноябре очень многие открытые мероприятия очень сложно проводить на улице, Поэтому летний праздник, как фестивальный, как театральный, мы проводим в одном формате. 4 ноября, как также исторический день города, он становится более камерным. Большее количество мероприятий проходит в залах. 4 ноября у нас проходят все официальные встречи, награждения, церемонии. И это исторически оправдано. Но череповчане никак не отказываются от проведения ярмарок. И в Череповце живет исторически, их было несколько. Летняя ярмарка, милютинская ярмарка, она традиционная. И вот поэтому то, что мы проводим милютинскую ярмарку, это также соответствует историческим традициям. И мы не намерены отказываться от этого формата ярмарочного движения. Более того, 4 ярмарки, которые могут проходить в городе, они и будут со временем, набрав силу, проводиться. Это такая очень хорошая традиция. Но ведь, как правило, идут на Воскресенске гулять, и массовые гуляния в этом году тоже состоятся. Состоятся. Опять же, какие ограничения будут в связи с алкоголем? Традиционные, традиционные, во-первых, мы говорим о том, что городские мероприятия мы проводим в безалкогольном формате. Кто-то может возразить, что пьяные все равно приходят. Да, приходят, но их с каждым годом становится все меньше. Эту категорию людей профилактируют. Понятно, что кто-то с собой приносит, там еще что-то. Задача правоохранительных органов обеспечить изоляцию этой публики. То есть убрать, вывезти, причем сделать это максимально бесшумно, незаметно для всех остальных. Потому что праздник ориентирован на людей с семьями, на людей, которые не должны беспокоиться о своей безопасности. И вот те концертные площадки, которые работают на Советском проспекте, они должны создавать атмосферу праздника, хорошее настроение, и никто его не должен омрачать. Продуманы вопросы уборки содержания всей территории в этот период. Большое количество урн, контейнеров, накопителей, текущая уборка в процессе. Эволюционно мы развиваем вот эти технологии, которые позволяют поддерживать атмосферу праздника, сохранять ее. Ну и очень важно то, что мы эволюционно двигаемся каждый год вперед, делая какой-то шаг. Понимая, как удовлетворить потребности череповчан, как сделать так, чтобы людям было приятно, чтобы праздник запоминался надолго. Вы традиционно принимаете участие, вот в прошлом году даже в кулачных боях принимали участие, о чем все говорили. В этом году где будете отмечать День города? И куда зовете горожан? Традиционно на Советском проспекте, на Воскресенском проспекте. Обязательно посмотрю концертные программы, пообщаясь с людьми. Обязательно посмотрю, что представят наши мастера народных промыслов, какую продукцию. И я вижу, что с каждым годом этой продукции в городе становится все больше и больше. Причем продают ее не только местные мастера, но приезжают и вологодские коллеги, и из Кириллова, и из других городов, и из соседних регионов. Это, мне кажется, очень хорошая традиция. Вообще праздник очень насыщенный, программа интересная, поэтому я призываю всех череповчан, независимо от погоды, в этот день прийти и посмотреть, что приготовили представители нашей культуры. Ну что ж, во всех СМИ города праздник, программа празднования есть. Пожалуйста, смотрите, изучайте, приходите. Я думаю, что наш город достаточно такой динамично развивающийся, поэтому два дня города, ну почему бы нет, да, пусть будет. Тем более, что 11 место в рейтинге, это надо тоже как-то отметить. Спасибо большое, Юрий Александрович, что пришли к нам. Это была программа «От первого лица», с наступающим вас днем города. Всего самого доброго, увидимся на телеканале «Провинция». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова